приветствую вас мои дорогие друзья я хочу в этом видео поговорить немножечко про оборудование которое необходимо для саунд дизайна всегда есть какой-то обязательный минимум для любой профессии и для любого какого-то начинания да если мы осваиваем к примеру фотографию видеосъемку нам конечно же нужна камера либо фотоаппарат тут тоже самое в саунд дизайне как и в любой профессии необходимо определенное железо так на что же нужно обратить внимание при освоении данной профессии именно по железу да первое что нам необходимо это конечно же наша рабочая лошадка которая сейчас записывает мой голос но забегая вперед мы должны понимать на что мы метим скажем так потому что любой проект имеет определенную свою скажем так нагрузку на наше железо да мы должны понимать если мы работаем с какой-то простой анимации может быть мы пишем определенные какие-то простые джинглы да и понятное дело покупать машину там за 150 тысяч нет наверное смысла и достаточно простого ноутбука с оперативной памятью там от 8 гигабайт желательно ssd диском какой-никакой маломальский там видеокарты и так далее если мы говорим уже о больших каких-то проектах а мы конечно будем метить туда сразу где-то до работу над фильмами какими-то сложными 3d анимациями да и так далее которые требуют скорее всего большого количества дорожек да и если об этом говорить то конечно же нам необходимо уже больше оперативной памяти к от которой больше всего зависит насколько у нас вытягивать будет наш компьютер вот и на самом деле предела конечно же как такового нет вы можете ставить дополнительные там терабайт ники оперативную память до 32 там и так далее все зависит от вашего кошелька и ваших потребностей опять же в зависимости от того с чем вы работаете но на старте я считаю что нужно начинать с малого всегда можно за фризить дорожки всегда можно вывести какой-то определенную там атмосферу там где много там к примеру риферов у вас в ст каких-то плагинов писи в дальнейшем в новом проекте уже работать чтобы процессор вытягивал это первое что нам необходимо до подумать о нашей рабочей лошадки в отдельных видосах я обязательно сделаю обзор на mac и на windows сравнение где какая машина будет лучше справляться со своими задачами это будет потом следующий второй наш важный пункт это мониторинг мониторинг это наша оценка наш слух мы слушаем проект либо в ушах либо на студийных мониторах и конечно же чем качественнее наш мониторинг тем качественнее на выходе получается ваш проект всегда были споры испокон веков в чем лучше сводить и работать со звуком в ушах или в наших студийных мониторах могу сказать сразу когда вы работаете в ушах наушниках у вас есть дополнительное давление на нашу ушную раковину какими бы открытыми наушники не были как уже я думаю вам известно есть открытые закрытые полу открытые и при долгой работе со звуком у нас появляется дополнительное давление на наши ушки и связи с этим мы начинаем слышать звук искаженно и конечно же это не очень хорошо почему с точки зрения работы наверное не только в музыке но и в саунд-дизайне нам очень важно чтобы наши ожидания наш процесс работы был максимально точным и в конце мы получили тот звук который мы закладывали на старте да и следовательно если нам в процессе кажется что у нас все прекрасно на следующий день вы слышите что у вас вылезают какие-то верха либо не хватает каких-то средних частот скорее всего у вас проблемы в мониторинг поэтому это второй очень важный момент он я считаю фундаментальный и ваша задача задуматься на старте уже либо сразу выбирать какие-то уже более про полупрофессиональные да или там профессиональные вот baird динамики к примеру либо мой долгий вариант бюджетные это аудиотехника а эти эйч м 30 x вот допустим отличный вариант он достаточно ровный да есть какие-то окрасы вы посмотрите на а чиха можете загуглить вот но тем не менее если вы понимаете как устроена ваша а чиха наушников до частотной характеристики спектр вот этот и вы понимаете если у вас есть к примеру окрас по верхам до последовательно вам наверное необходимо немножечко работать аккуратнее с этим диапазоном что да вот поэтому самое важное конечно же на старте и задуматься о нашем мониторинге либо это уши но если у нас нет возможности приобрести до сразу стадийные мониторы какие-то хотя на самом деле сейчас бюджетных вариантов достаточно много вот у меня к примеру уже около пяти лет я использую jbl lsr 305 и они прекрасно справляются с своей задачей для домашней студии конечно если говорить о каких-то крупных масштабных супер проектах да наверное дополнительный мониторинг понадобится но опять же нас выручают наши наушники наши там какие-то простые колонки бюджетные там компьютерные бюджетные которые нам помогают всегда в дополнительном мониторинге вот чтобы мы могли услышать какие-то детальки которые скорее всего услышит большинство людей у которых нет профессиональных там наушников и так далее поэтому повторюсь это самый важный такой момент обзоров на наушники на мониторе я думаю же полно предостаточно и нет смысла мне снимать про них третий пункт это аудиокарты над аудиокартой нужно тоже задумываться на старте почему потому что саунд-дизайнеру зачастую придется работать с с нуля до со звуком и как известно преобразование из аналогового сигнала в цифровую это один из тоже фундаментальных процессов скажем так в работе до запись инструментов запись какого-то звука даст нашего сигнала линейного микрофонного и нам нужно задумываться об этом почему чтобы стать действительно саунд-дизайнером вы должны уметь работать не только с библиотеками но и уметь создавать звук с нуля и работать со своими сэмплами это очень важно почему во первых вы можете сократить время работы над проектом в разы почему потому что зачастую проще написать какой-то звук с нуля до сделать найти какую-то фактуру сделать запись и далее дальнейшем работать уже в проекте с этим звуком нежели искать какие-то подобные звуки делать из этого лиринга какие-то слои из к складывать обрабатывать и тратить на это больше времени это первый момент второй момент вы развиваетесь с точки зрения работы с исходным звуком то есть вы можете научиться постобработки то есть чистка какая-то динамическая обработка то есть вы максимально начинаете чувствовать звук во первых если у вас еще есть ушки до какие-то вы можете сразу мониторинг включить до послушать как этот звук звучит до исходный плюс постобработки вы можете с этим звуком тут же накрутить что-то своеобразное да то есть подмешать тут же еще какой-то звук из библиотеки так далее то есть это максимально вас развивает и об этом конечно нужно тоже задуматься желательно на старте это был третий пункт и я считаю что об этом нужно тоже задуматься самые распространенные карты на мой взгляд это scarlet focus right который я тоже пользуюсь уже более пяти лет и вряд ли буду менять в ближайшее время пока домашняя студия хватает и этого зачем придумывать что-то и тратить денег больше да на какой-то супер дорогостоящее оборудование я думаю что если задуматься о какой-то покупке нового агрегата дата нужно в первую очередь смотреть о потребности а действительно ли он нужен или качество никак не страдает да и ваши проекты звучат замечательно прекрасный и звук пишется на супер ура вот четвертый момент это наши микрофоны рекордеры и так далее это скажем так под пункт к нашему цифровой нашей обработки до из аналогового сигнала то есть мы должны сразу тоже задумываться над наверно конденсаторным микрофонов которые сейчас говорю который имеет большую чувствительность который подходит во-первых для обработки и работы с войсом до с закадровым голосом да вы сразу же сможете работать с персонажами созданием каких-то монстров это очень полезный инструмент и он конечно же необходим на старте а 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 но если мы хотим получать нас на старте более какие-то качественные а сэмплы до звуки то скорее всего нужно задуматься еще о стерео паре это один из видов скажем так записи нашего звука когда мы пишем сразу в стерео вообще в идеале еще и писать в монот чтобы захватывать максимально пространство и и уже в дальнейшем выбирать какой из звуков да или бы какой из форматов нам подходит это все зависит от ситуации и от сцены да в проекте отдельно нужно уделить время конечно же рекордерам рекордеры дают нам возможность работы в полях то есть вот с этой штукой мы можем бегать по полям находить какие-то локации и в них соответственно делать запись различных фактур атмосфер звуков что проблематично если мы будем таскать ноутбук конденсатор микрофон вот этот же микрофон можно воткнуть в линейный в xl точнее входа тут же сразу есть линейные записать и инструмент какой-то плюс есть своя стерео пары таких рекордеров портативных достаточно большое множество и все они в принципе находятся в бюджетном сегменте если говорить о моделях зум тоска если говорить уже о более профессиональных портативных таких вот кубиках скажем так которые носят в сумочке профессиональные филд рекордисты или не знаю как правильно называть их но это ребята которые работают в полях рекордисты до которые работают на площадке конечно вот эта штука наверное по качеству проигрывать да вот таким вот портативным который стоит там по 200 300 тысяч но есть конечно более бюджетные тоже варианты они отличаются только тем что во первых больше есть входных сигналов до отличаются они также низким уровнем шума и плюс память да там и в общем есть свои прибамбасы но опять же если мы говорим о старте если вы хотите начать то стоит задумываться вообще о самых простых скажем так рекордерах чтобы понять как это все работает а уже дальше переходить на next level скажем так чтобы вы в процессе поняли как работать со звуком и как убирать шум обрабатывать его и так далее впоследствии уже применять в своих проектах я считаю что это такая основа основ над которой нужно задумываться на старте чтобы погружаться в сферу звука до саунд дизайна вы конечно можете с чем-то быть не согласны можете написать в комментариях но я сторонник того что начинать нужно с малого вспоминая себя я имел только обычный какой-то ноутбук asio for all драйвер который качивается там на сторонних сервисах ставится чтобы не было задержки работал в кубесе потом был станционарный компьютер просто ушли и с этого я начинал и потом уже я понял что необходимы там и миди клавиши и мониторинг какой-то дополнительный и звукоизоляцию сделать и акустику то есть к этому вы придете сами когда поймете что вы хотите максимально комфортного рабочего процесса и максимально качественные проекты получать на выходе это будет читаться это будет чувствоваться вами в дальнейшем конечно вы будете расти и потребности будут также расти до во всяких различных гаджетах микрофонах я думаю что я ответил на самый такой актуальный вопрос что необходимо для старта если вернуться к выбору компуктера то предпочтение я отдаю больше конечно mac os почему потому что они более стабильные в работе они имеют максимально быстрый отклик есть свои плюсы комфортной рабочей среды за это наверное люди и платят то есть поэтому и ценник не самый дешевый но повторюсь я в следующих скажем так видео расскажу в чем есть отличие от работы на windows все с вами был антон бустер надеюсь это видео было полезно ставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь до скорых встреч